И прямо сейчас, как я уже сказала, хроника происшествия от корреспондента в программе «Перехват». Дважды не повезло владельцу «Лады» на улице Татарстан. Парень за одну ночь угодил сразу в две аварии. Сначала молодой человек столкнулся с одним легковым автомобилем. Инспекторы оформили эту аварию, но водитель не успел убрать в сторону свою разбитую «Ладу», как в его машину на всем ходу влетели еще две иномарки. Когда закончили автор школы? Автошколы года полтора назад, два. Это у вас какая авария по счету? Вторая. За один день? Да. Виновного в первой аварии еще предстоит установить следователям ГАИ. После ДТП «Лада-14» модель оказалась нетранспортабельной, поэтому так и осталось стоять посреди непроезжей части, ожидая эвакуатора. Но вскоре в разбитые автомобили влетела «Мазда». У меня въехала «Мазда» вместе с «Фордом». То есть «Форд» въехал в «Мазду», а «Мазда» въехала у меня. Автомобиль «Форд» поворачивал с «Булака» в сторону улицы Пушкина. Водитель должен был пропустить поток машин, который ехал по Салимжаново. Но мужчина продолжил давить на педаль газа. Почему повреждение такие сильные? Скорость была большая? Ну, у «Форда»-то, наверное, хорошая скорость была. Все же сработало все, что можно. Вы медленно выделили? Ну, как медленно? Когда-то в 40 ехал уж. В 40, может, в 50. А здесь не нужно никакого разбора. Здесь я вину признал, все. Просто выскочил, не заметил. Я заболтался. Владелец «Форда» признался, что по пути разругался за своей девушкой, которая сидела рядом с ним. В пылу ссоры мужчина не заметил, что выехал на перекресток на красный свет. Не обратили внимание? Да и что ты отвлекся на минуту. Весь поток направо поворачивал. Я вместе с потоком поехал и выскочил на дорогу. Только не направо, а прямо. Вот и все. Полной страховки у «Форда» нет. По словам хозяина, самое обидное, что он собирался продать автомобиль, чтобы купить новый. Теперь иномарку можно будет лишь сдать на запчасти. Грабеж произошел сегодня ночью на улице Серова. Там кампания жестоко избила молодого человека. Побои прекратились лишь, когда коровавленный парень сам отдал им всю имевшуюся у него наличность. Сразу после этого нападавшие разбежались, но одного из злоумышленников полицейским удалось задержать. Сколько денег хотели? Не знаю, мне 300 рублей забрали. Из кармана выезжали? Нет, сам отдал. После того, как избили уже, да? Да. Вы смотрите на меня. После рабочего дня молодой человек вместе с друзьями зашел в кафе. Там вместе посидели, выпили. После чего вышли на улицу и собрались расходиться по домам. Как только парень остался один, к нему подошла незнакомая компания из четырех ребят, которые до этого тоже выпивали за соседним столиком. По домам проходили, вот так напали, деньги попросили. Ладно, хорошо, милиция подъехала быстро. Спасибо. Спасибо. Вызвали, выбили, сейчас едет. Били злоумышленники довольно жестоко. Даже когда парень рухнул на землю, продолжали сбивать ногами. Обещали прекратить насилие при условии, если тот отдаст им всю наличность. При себе у молодого человека осталось лишь 300 рублей. А там столки тоже, столками били, нет? Нет, я просто упал. Не знаю, чем били. Я деньги отдал, у меня уже все по барабану было. Чем били там, что били. Мне было по барабану. А вы в этот момент вместе с ним были? Да, да. Да, я вместе с ним был. А вы видели то, что они вот нападают? Нет, не видел. А вот как вместе были и не видели? Они стояли здесь. Я подошел, он же все, лежал вот здесь на остановочной станции, вот на ступеньках. А они в стороне находились? Да. Злоумышленники сразу бросились на утек, но полицейские смогли задержать одного из предполагаемых зачинщиков драки. Мы здесь сидели вот с мальчишками в этом, в кафе. Что делали? Да, мы выпивали, да. Дальше что произошло? Ничего такого не произошло. Вы на него не нападали? Нет, нет, не нападал. А почему он вас... Может, вот, может, моя мама приедет и объяснит вам все. Задержанный парень, как только оказался в полицейском уазике, сразу потребовал связаться с его матерью. Ведь если молодой человек вовремя не появится дома, мама будет ругаться. Кулаки просто опухшие, вы делили кого-то? Ну. Ранне судимы вы? Нет. Нет? Правда? Просто наколки такие характерные. Ну. Не судимы вы? Ну, может быть, судим. А где ваши друзья? Ну, а какие друзья? Илюш, Илюш, давай в уроке. В зависимости от характера полученных травм, это преступление может быть переквалифицировано из грабежа в более тяжелое. Разбой. А это значит, что злоумышленникам грозят длительные тюремные сроки. 36-летний мужчина расправился со своей матерью. Женщина просила, чтобы отпрыск устроился на работу и перестал пить. Мужчине это не понравилось, он схватился за нож. От полученных ранений пенсионерка скончалась на месте. Сын просидел у тела матери практически весь день, а утром все же позвонил в полицию, чтобы сообщить о случившемся. В последнее время 66-летнюю женщину не было видно. По словам соседей, она не могла выйти из квартиры из-за перенесенного инсульта и перелома ноги. О страшной трагедии, которая произошла накануне, жильцы уже слышали. Однако поверить в это до сих пор не могут. Ну, честно говоря, она так-то сына любила, сильно вообще любила, она ему помогала, посылки отправляла. Я ей частенько ходила в магазин за посылками, чтобы в тюрьму отправить. Конфликты между сыном и матерью не утихали, утверждают соседи. Буквально полгода назад 36-летний мужчина вышел с мест заключения. Работу не нашел, однако ночные посиделки с друзьями устраивал регулярно. Когда женщина в очередной раз стала ругаться, сын начал ее душить, а после четыре раза ударил ножом. Сейчас челнинец задержан и дает признательные показания. Следственным отделом по городу Навережной Шелны возбуждено уголовное дело по статье 105 части 1 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Убийство». Задержан гражданин Филиппов, сын убитой женщины, который в настоящее время допрашивается, с ним проводятся следственные действия. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы по статье «Убийство». Недалеко от автодрома «Высокая гора» произошла авария. Звонившие в скорую помощь люди сообщили, что водитель легкового автомобиля столкнулся с грузовиком и находится без сознания. Однако, как выяснилось позже, легковушка попросту врезалась в отбойник, и никакой грузовик при этой аварии не участвовал. Очевидцы ошиблись еще и в том, что водитель машины находится без сознания. Как пояснили медики, мужчина был попросту сильно пьян. А вот его пассажирка действительно получила травмы, помощь ей оказали на месте. Автомобилю теперь предстоит капитальный ремонт, а водителю, вероятнее всего, лишение. Продолжаем выпуск с поличным. При продаже крупной партии героина наркополицейские на Бережах Челнов задержали 30-летнего мужчину и его супругу. Оперативники, которые выступили в роли покупателя, приобрели у дилера 13 сверстков с наркотиками. После того, как сделка состоялась, полицейские задержали мужчину. Как выяснилось, у него богатое криминальное прошлое. Че, оружие, наркотики, деньги, вещи, добытые преступным путем? Нет ничего. Как оказалось, задержанный мужчина совсем недавно освободился из медзаключения, где провел 6 лет за распространение наркотиков. Видимо, это не стало ему уроком. Оказавшись на свободе, он со всей семьей перебрался из Бугульмы в набережные Челны, где заново наладил незаконный бизнес. При обыске в съемной квартире, где мужчина жил со своей семьей и многочисленными родственниками, наркополицейские изъяли еще 20 свертков с героином. Эти наркотики наркодилеры также планировали продать за крупную сумму денег. Нередко торговцы смертью обманывали своих покупателей, добавляя в героин различные примеси. Супруги и сами часто употребляли наркотики на глазах у собственных детей. Сейчас мужчина арестован, а его жена находится под подпиской о невыезде. Теперь обоим супругам грозят длительные тюремные сроки. В заключении они могут провести до 15 лет. Двоих подозреваемых в разбойном нападении на салон СВТ-фсязи задержали сотрудники полиции. Налет на один из магазинов, расположенных в центре Казани, произошел еще в начале февраля. Тогда, за пять минут до закрытия, в торговый зал ворвались двое мужчин в масках и, угрожая продавцам консультантам пистолетом, заставили их лечь на пол. Пока один из злоумышленников держал на прицеле перепуганных сотрудников салона, второй при помощи платежного терминала совершил несколько операций по переводу денег на различные банковские карты. В общей сложности добычи налетчиков стало почти 4 миллиона рублей. После этого, связав продавцов скотчем и прихватив с витрины несколько дорогих телефонов, злоумышленники скрылись. Розыск злоумышленников продолжался две недели. За это время оперуполномоченные уголовного розыска отдела полиции Вишневский нашли всех граждан, на чьи имена были оформлены банковские карты. В результате их допроса оперативники установили круг лиц, причастных к совершению преступления. В ходе грамотно спланированных оперативных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении разбойного нападения задержали двоих молодых людей, 22 и 24 лет. Также в ходе обыска квартиры по их месту жительства был обнаружен похищенный мобильный телефон. В настоящее время в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде ареста. На улице Сахарова под колеса грузовика попал автомобиль Хонда. Машины ехали в одном направлении. После моста водитель большегруза, не обращая внимания на двойную сплошную линию, решил развернуться, причем еще со второй полосы. Шофер приступил к опасному маневру, не пропустив легковушку, которая ехала позади. Мужчина, управлявший самосвалом, сразу признал свое вину. Но, по его словам, он просто решил сэкономить время, ведь до ближайшего перекрестка якобы было слишком далеко ехать. К счастью, полная страховка многотонника позволит восстановить оба автомобиля. Разыскивается Кривопалов Леонид Иванович, 1938 года рождения, проживающий по адресу город Казань, улица Столярова, дом 15, квартира 12, который 28 февраля этого года ушел гулять, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Мужчина, инвалид первой группы, страдает потерей памяти. Его приметы на вид 75-80 лет, рост около 180 сантиметров, был одет в светло-коричневую вязаную шапку, черный пуховик, черные спортивные штаны с белыми лампасами, черные ботинки. Особые приметы при ходьбе шаркает ногами. Если вам что-либо известно о местонахождении этого человека, просьба звонить по телефону, указанному на экране. Каждый день мы рассказываем вам об опасностях жизни, чтобы с вами такого не случилось. С 5 по 9 марта во Дворце спорта выставка-ярмарка «Шик и шарм». Моя часть выпуска на этом завершена. Далее вас ждет прогноз погоды и программа «Тема». Я же прощаюсь. До свидания. Продолжение следует.